МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 СМЕСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я проиграл за столом 4 миллиона. И это на первой игре. Ничего. Ничего. Успокойся. Как тут успокоишься, Сальмаханэм? Это моя первая игра, и я проиграл все деньги. Будь хладнокровен. Не паникуй. Он играет намного лучше, чем я. Здесь большие деньги. Я был не готов прийти сюда. Я в картах не очень понимаю. Но знаю Хасана 10 лет. Он сейчас в хорошем настроении. Думает, что покончил с тобой. Он прав. Смотри. Теперь ему ничего от тебя не нужно. Попользовался тобой и бросил. Можно сказать, забыл уже о тебе. Как же это называется? Подходящий момент. Это мои последние деньги, Хасанбей. Сегодня вы выбрали себе неудачного кавалера. Может, она еще не выбрала? Я ставлю на кон госпожу Шибнем. Что? Вы слышали, Сальмаханэм? Нет, не слышала, Хасанбей. С этого момента я ничего не слышала и не видела. Господин Эзель, вы за кого меня принимаете? Думаю, вы мужчина, который не откажется от красивой женщины. Эзель. Да, ни за что не откажусь. А госпожа согласна? Я все понимаю. Рой приходится не только находить, но и терять. Эзель, а вдруг ты проиграешь? Карточный долг – долг чести. Ставлю на кон дом господина Хасана. Подходит, господин Эмиль? Господин Эмиль, прошу, выполните все процедуры по моему выигрышу. Господин Эзель, куда вы? Так, нельзя все бросать. Господин Хасан, все кончено. Вам больше не на что играть. У вас ничего не осталось. Не осталось? Совсем? Сейчас он плачет перед нами. Но потом может создать нам кучу неприятностей. А что делать? Может, прикончим его? Что я наделал? Не обижайся, Шебнем. Я бы ни за что не стал рисковать жизнью. Я никем из вас не рискую. Это мы знаем. Но я злюсь на то, что страдание этого человека приносит тебе удовольствие. Добро пожаловать на мою игру. Стамбул, 2009 год. То, что человек может потерять все в один миг, уж в этом-то я удостоверился. Но почему? Какие у тебя были счеты с этим человеком? Я был слишком богат в карточном мире. А он поймал подходящий момент и раздавил меня безжалостно. Как букашку. Ты можешь вспомнить, кто был рядом с ним в тот день? Один полный усатый мужчина. Камиль. Затем та девушка. Шебнем. Шебнем. Еще рядом был высокий бородатый парень. Такой вспыльчивый, зоркий. Ты рассказывал о женщине, которая познакомила тебя с Эзелем. С Эль-Маханым. Она была в свое время из высшего общества. Только из-за нее мы посадили его за карточный стол. Я ее не виню. Она тут ни при чем. Не связывается с махинациями. Чудесный человек. А ты знаешь адрес этой чудесной женщины? Может, Эзелли поплатится за все в конце пути. Но для начала он рассчитается с теми, кто его предал. Каждый человек, в конце концов, ответит сполна за все свои деяния. Эзелли, какой прекрасный сюрприз. Ну, давай, не стой на пороге. С Эль-Маханым, я случайно подверг вас опасности. Ты не первый, не переживай. Давай поговорим за чашечкой чая. Они будут задавать вам вопросы. Вам лучше спрятать эту фотографию. Сестра. Ты хочешь побыть одна? Хорошо. Я буду в своей комнате. Если понадобится, позови, хорошо? Сестра. Знаю, ты с тетей была очень близка. Ты все рассказывала ей, доверяла. Но я тоже рядом с тобой. Ты не одна. Можешь и мне рассказать все, что у тебя на душе. Я всегда буду рядом с тобой. Что бы ни случилось. Бахар. Слушаю. Говори, сестра. Говори, сестра. Я тебя очень люблю. Не забывай об этом. Я очень тебя люблю. Я тоже тебя очень люблю, сестра. То, что вы скрываете от родных на их благо, никогда не будет считаться добрым делом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Расплачивая за грехи, не забывайте о них. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Они едут. Потому что за первую погрешность вы никогда не сможете отплатить за нее сполна. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И когда бежишь от расплаты, грехи пожирают тебя изнутри, где бы ты ни был. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это тебе. Я купил их для тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. Я почитаю для тебя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Когда бываешь самим собой, ты хорош. Но когда притворяешься кем-то, ты грешишь. Потому что нельзя в своем внутреннем мире быть лицемерным. Не дай личности погубить в тебе самого себя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мой брат не был плохим Иран. Да, мой брат согрешил. Но он был хорошим, хорошим человеком. В каждом человеке есть чувство сострадания. Никто из нас не может знать, что будет завтра. Если ты благородный человек, не смей спрашивать у нищего, почему на нем нет дорогой одежды. Не принижай человека, который слабее тебя. И не спрашивай, кто лишил его дома и семьи. Вы разрушили мою семью. Пошел вон! Вон он! Я не уйду. Почему я должен бояться тебя? Я ведь тебе не враг. Эрен, ты потерял отца, а я потерял брата. Послушай. Не хочу. Послушай, я могу стать для тебя старшим братом. Давай дружить, будем как братья. Разве мы не можем стать родными? Из-за того, что сделал мой брат, я не должен расплачиваться. Эрен, я буду каждый день приходить к тебе. Эрен, хочешь ты или нет, но мы будем друзьями. Будем как братья. Будем братьями. Давай. Смотри. Смотри. Это мой адрес. И номер телефона. Можешь приходить, звонить, когда пожелаешь. Двери моего дома всегда открыты для тебя. Можешь. Я его ждал. Продолжение следует... Они поднимаются к ней. Если будет опасность, защитите Сильмуханым. Нет надобности. Это почему? Дядя здесь. Дядя здесь. Дядя здесь. Бахар, чего ты добиваешься? А что мне остается делать? Ты меня не слушаешь. Эзель твой друг. Может, ты его послушаешь? Она одна хочет поехать в дом тети. Я что, не имею права побыть одна? Ты в отчаянии. Возле нас ты не решаешься признаться в этом. Поэтому хочешь поехать одна. Поговорим об этом в другой раз. Эзель некогда. Эзель приехал сюда ради тебя. Скажи ей, Эзель, что мы для нее самые близкие люди. Сестра, мы не можем тебя оставить одну, потому что очень тебя любим. Нет. Эзель, прошу, скажи сам. Эйшан, Бахар верно говорит. Мы не оставляем тебя, потому что очень любим. Хорошо. Раз ты хочешь поехать, езжай. Но только не одна. Поезжай вместе с Эзелем. Пусть он вместо меня будет рядом с тобой. Так мне будет спокойно на душе. Может, поднимемся, дядя? В те годы было замечательное время. С вашего позволения. Сидите. Пусть звонит. Ну вот. На чем мы с вами остановились? Ах, да. В то время я была очень юной. И хорошенькой. Наверное, поклонников было. Ах, если бы вы только знали. Еще бы. Такую, как вы, нельзя не заметить. Вы знаете его? Господин Эзель, конечно, я его знаю. Когда он приехал из-за границы, нас познакомил общий друг. Он очень любил играть в карты. А что? Он создавал вам неприятности? Это мы хотим понять. Простите, пойду выпью воды. Я вас провожу. Не утруждайтесь. Сам найдет. Не волнуйтесь, он взрослый. Думаю, мне лучше ответить на звонок. Думаю, мне лучше ответить на звонок. После этого я его больше не видела. Он был таким приятным человеком. Прошу, если увидите его, передайте ему привет от меня. И больше вам нечего о нем сказать? Нет. А что вы еще хотите о нем узнать? Сельма! Сельма! Сердар! Эзелью с наилучшими пожеланиями преодолеть невозможное. С уважением, доктор Хакан Азизлер. Сердар! Иду! Сердар! Сельма! Алло! А, это ты, дорогой? Ах да, я забыла, что ты должен прийти. Может, перенесем встречу на потом? Нет, нет, что-то я в полном порядке. Просто я сейчас не в состоянии тебя принять. Я тебе перезвоню, хорошо, дорогой? До свидания Хорошо, до свидания Я ответила, чтобы за меня не волновались Закончил? Что у тебя там? Ну все, просим у вас прощения Извините, что побеспокоили Слышал, какие у нее сладкие уста? Настоящая леди Ты хоть одному ее слову поверь? Доктор Хакана Азизлера Узнаем у этого доктора Хакана Азизлера Что такого невозможного может преодолеть Эзель Как все прошло? Без проблем Я рад Грешники прячутся от света Грехи свои они совершают только ночью Так же они стараются все время молчать Потому порой их грехи таятся в их молчании Знаешь, когда я впервые вошла в дом своей тети Я дала себе обещание Что больше не буду убегать Не буду врать Знаешь, как тяжело в жизни начинать все сначала? Ты знаешь, это очень тяжело Очень тяжело начинать все сначала Могу предположить Могу предположить Обещала сама себе, что начну новую жизнь Но это оказалось слишком сложно Они нашли доктора Да, мне прекрасно известно Как тяжело начинать все с нуля Стамбул, 2005 год Субтитры создавал DimaTorzok Мама Мама, ты меня не узнала Ты не узнала Не узнала своего сына Мамочка Почему ты не узнала своего сына? Я ведь здесь Я ведь здесь Ты узнала меня по запаху Смотри, я здесь Я здесь, мама Твой сын рядом с тобой Мама, прости меня Слышишь? Прости меня, мама Прости Прости, мамочка Стой, стой, что ты делаешь? Мама Стой, стой, стой Мама, ты пришла Что ты наделал? Мамочка, ты узнала своего сына Все, все, успокойся С тобой все будет хорошо Ты поправишься Ты поправишься Только успокойся Мамочка Стамбул, 2005 год Эзель, снова здравствуй Насоса Как ты себя чувствуешь? Не переживай, рана не глубокая Она не задела операционные швы Через пару недель все заживет Самое главное, это залечить раны в твоей душе Сейчас у тебя психологический кризис Сальма Ханым присмотрит за тобой некоторое время Но вы ведь будете иногда обследовать его Конечно, не волнуйтесь Да, пока не забыл Это для тебя, подарок Секунду До свидания До свидания Кто вы? Я Давняя подруга Рамис Бея Он просил немного помочь Смотрю, он был прав насчет тебя Тебе и вправду нужна помощь Пожалуйста, удлините рукав И еще Немного ушейте по фигуре Ну, как я вам? Насчет внешнего вида нет претензий Но лучше будет поработать над твоим настроением Спасибо Разве нужно это дурацкое настроение, чтобы отомстить? Тише Здесь нельзя произносить такие слова То, что ты хочешь сделать, это касается только тебя одного Мое дело сделать из тебя уважаемого, элегантного господина Ну, тогда удачи Рамис Бея тебя перехвалил Он не смог тебя в тюрьме научить хорошим манерам Каким еще манерам? Тебе не хватает шарма, хорошего вкуса, утонченности Да, и еще ты должен правдиво смотреть людям в глаза Чтобы они тебе верили Как ты думаешь, я готов? Стамбул, 2005 год Скажи правду Жизнь такая сложная Думаю, ты еще не готов Но тебе придется всему научиться Проходите Эзель, ну как я тебе? Сальма Ханым купила мне это платье Она сказала, что я очень важна для сегодняшнего вечера Значит, я чего-то не знаю Можно спросить, почему именно этот мужчина? Значит, так нужно Здесь что-то не так Почему мы начинаем с него? Добро пожаловать О, Сальма Ханым Потому что мстить я начну с этого человека Прошу вас Стамбул, 2009 год Первая погрешность всегда даст о себе знать И от нее тебе никуда не деться Доктор Хакана Зизлер Узнай, кто он, где живет Узнай о нем всю информацию Нет, через год Конечно, сегодня Найди мне его за ночь Последующие твои деяния не станут благими Пока ты не расплатишься за свой первый грех Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь прошли мои самые прекрасные годы Что наверху? Ничего Совсем ничего Моя комната Не хочешь мне ее показать? Нет Да Нет Да Эй, Шан Нечаянно Время Может повернуться вспять Эй, Шан Если ты снова хочешь Совершить ту же ошибку Ты снова будешь расплачиваться за нее Если же твоя ошибка будет смертельна Тебе не уйти от расплаты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не плачь Не надо слез Это я, Ишан Это я Но ты Ты ведь не тот, кого я хочу Субтитры создавал DimaTorzok Проходи, проходи Отлично получилось Я и не заметил, как ты его сделал Нужно было попросить, я бы тебе помог Мне не сложно Десять лет прошло Десять лет прошло Мы с Омером собирались еще сделать его Судьба распорядилась так, чтобы я один его доделывал Огромное тебе спасибо А это что? Книги, брат Я сейчас их уберу Хотел прочесть, но никак не получается Мне становится не по себе Мои глаза перестали видеть Вблизи совсем не вижу Что именно? Здесь какие-то записи А я не замечал Дай посмотрю Эйшан, Джингис За что мне все это? Ненавижу Презираю вас всех Что там? Ничего Заметки по тексту Ничего важного Пойду в мастерскую Спать не хочется Буду всю ночь работать Незаслуженная смерть человека Не даст покоя его близким Они будут биться до конца Чтобы свершить правосудие Билет Билет Эзель Что с тем человеком Который был с Джингизом? Узнали, кто он? Сейчас нужно постараться Чтобы нас не разоблачили Может, мне самой начать поиски Позвоню брату Камилю Ты веришь этому типу, Сирдару? Вообще, ты знаешь, кто он? Нет, я серьезно Тефо Что тебе дядя рассказывал обо мне? А? Али, ты ведь знаешь Дядя ни о ком не рассказывает Он лишь спрашивает И каждый должен ему отвечать Он спрашивал тебя обо Мэре? Нет Почему от него нет никаких вестей? Почему зарылся и не высовывается? Кто? Снова сбежал? Заходи Присаживайся, Эрен Ждем информацию об адресе доктора Утром поедем к нему Давайте, поднимите меня Давайте, давайте Ура! Еще! Еще! Давайте! Хватит, хватит, доченька Не балуй Я не хочу идти домой Давайте еще поиграем Давайте Давайте В чем дело, Хакам? Поднимайтесь домой Что стряслось? Прошу вас, не надо Я ведь, кроме добра, вам ничего не сделал За это тебе заплатили Ты знал, что рискуешь Билет в один конец Хотя бы за день предупредили бы Утром они приедут за тобой Сколько я там пробуду? До тех пор, пока я не скажу У тебя остались копии досье? Нет Мы все сожгли Время до рассвета А что будет с женой, с дочерью? Мы позаботимся о них Если ты останешься здесь, вы умрете все Но я не заслужил этого Здесь это ни при чем Мы должны сделать то, что обязаны Я дождусь, пока ты не выйдешь Эзель Поздравляю Ты действительно смог преодолеть невозможное Ты стал иным человеком Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»